Понружки, доброе утро! У нас утро! Сегодня посмотрите на часы. Вот это возможно вообще? Нет, это, мне кажется, вообще невозможно. Окей, сейчас буду вам рассказывать всё по очереди. Сегодня у нас воскресенье, и я решила для вас записать видеоролик нашего утра. Ну, не то чтобы прям утренних ритуалов, но в целом рассказать, как в основном проходит наше утреннее время, чем мы с ребёнком занимаемся, во сколько мы встаём, как мы сейчас спим. Ситуацию вы сами уже можете слегка наблюдать. И, в общем, будем с вами проводить время до нашего дневного сна. Котёночек уже проснулся. Ну, не мудрено, да? Эми, ты хочешь кефирчик? Да? Окей. То есть РМ хочет кефирчик. Это наше вот утреннее, вот такое вот неизменное желание, которое каждое утро у нас, в общем-то, удовлетворяется. Это его завтрак. Он хочет кефирчик. Как я уже сказала и обратила ваше внимание, наши часы сейчас 10. Типа там что-то 16-17, и мы проснулись ровно в 10 часов. Эта ситуация у нас практически не случается никогда. Ну, то есть, чтобы мы проснулись в 10 часов, ну, такого действительно, ну, как бы редко увидишь. Обычно ребёнок просыпается, во сколько, где-то 8-8.40. То есть, это самое позднее. Короче, до 9 мы обычно просыпаемся. И вот каждое утро первым делом, что мы делаем, значит, во-первых, он находится у меня в кровати, потому что в последнее время он прибегает ко мне каждую ночь. Это происходит ночью там в 3-4, как когда, но в целом это то время, когда малыш ко мне прибегает. Вот, я, естественно, просыпаюсь от топания маленьких ножек, и он просто ко мне забирается в кроватку. Я уже, когда укладываю спать, я готовлю его место. То есть, здесь он у меня обычно спит. Вот так вот, моя подушка для кормления, которую я... Да! Тебе кефирчик не принесли? Кефирчик хочешь? Прости. Ну, ладно, сейчас. Сори, подруги. Человеку нужен кефир. Я наливаю ему либо питьевой йогурт, либо, что у нас, пахта, либо кефирчик. Ну, в общем, любой жидкий молочный продукт, который он может пить из этой бутылочки. Кома Тома и вот такая вот Мадер Кей бутылочка. Не знаю, где у меня сейчас соска. Ну, в общем, здесь у него синее кольцо, такое же, вот как здесь зеленое, здесь синее, и сосочка. То есть, это Мадер Кей, вот это две бутылки, которыми мы до сих пор пользуемся. Это очень крутые бутылки. Короче, для него это завтрак. Держи. Он может выпить такие две бутылочки, и, в общем, жизнь у него сразу сказка. Здесь, кстати говоря, я уже утром постелила для него, господи, специальную штуку из Икеи на матрасник, который не промокает. Потому что, значит, когда мы просыпаемся, это, как правило, я уже сказала, 8.40 до 9, а первым делом мы отправляемся на горшок. Я снимаю с него подгузник с ночного сна и отправляю ребеночка на горшок. Он прекрасно писает. Одеваю на него трусельки и, в общем, накрываю сюда, вот, в трусельках сидит. Накрываю для него специально вот этот матрасник, чтобы он в случае чего не надул на мою кровать. И тогда первое его требование – это кефирчик и мультик. То есть он у меня тут смотрит либо щенячий патруль, либо что-то еще. То есть это сейчас, особенно в моей беременности, это мое время, когда я могу чуть-чуть проснуться, раскачаться и, собственно, начать день. Я не из тех матушек, которые будут тут врываться в день, в общем, будут активно радоваться тому, что я сейчас буду такой продуктивной и так далее. Нет, вот эта ситуация вот здесь вот, она решает все за меня. Я, в общем, совсем непродуктивная, неактивная. И вот утро для меня такие ленивые, спокойные, приятные. Я, в общем, нашла для себя вот такой вот способ, как сделать это утро хорошее для себя, благостное, такое, как мне нужно, по моим ощущениям, последние недели беременности, и чтобы ребенок тоже был довольным. Ну, вот он довольный там посасывает свой кефир, а я тем временем, так, кефир пока оставляю, беру свою вазу и готовлю себе кофе. Кстати, по поводу кофе, смешная история. Кто меня вечно спрашивает по поводу кружек и моей кружки вазы, и где я покупаю и рельеф ли это, или просто это какой-то чехол на кружку, нет. Это, в общем, кружки, которые я покупала, вот такая вот компания называется, фарфоровая фабрика в Латвии, в Пебалге, есть у нас такое место. И вот у них вот такие вот кружки, здесь вот типа свитер, потом моя кружка, а, ну, кстати, моя ваза-кружка, она тоже вот прям свитер-свитер, вот такое плетение. Другие кружки еще очень кручатские, как мятая бумага, и, в общем, вот такие вот кружки у меня в доме есть, и ими я пользуюсь, я их просто обожаю. Ну, то есть они очень-очень клевые. Ну, и, собственно, это те кружки, которые обычно, значит, у нас используются ежедневно, и в том числе для того, чтобы сделать мой утренний кофе. Кофе у меня из кофемашины. В те дни, когда я хочу капучино, пенку и все такое, я сделаю здесь горячее молоко с пенкой. В те дни, когда я капучино не хочу, я просто грею молоко. Вот сегодня один из тех дней, когда мне чего-то не очень хочется пенку, поэтому у меня просто будет кофе с горячим молоком. История по поводу моей супер-кружки, в которой уже есть молоко. Когда я собирала сумки в роддом, я держала в руках эту кружку, и, в общем, у подруги, вы очень сильно умилялись по поводу того, что я пью, значит, свой кофе из вазы. Что доктор мой мне сказал, что можно две чашки кофе в день. Но только его большой-большой ошибкой было то, что он для Датсули не уточнил, какого объема эти кружки должны быть. И, в общем, я решила, что две вазы в день кофе как раз-таки для беременной подойдут. Но на самом деле не вы одни, кто эту кружку назвал вазой, кто поржал по этому поводу. Я как-то однажды пришла домой после уборщицы и, в общем, такая решила, сейчас я, значит, буду пить кофе. И бегаю по дому, ищу свою кружку. И потеряла уже до состояния просто аффекта. Матерюсь, ору, кто спи**ил мою кружку, куда она подевалась, подлецы, верните мою прекрасную штуку. Ну и, в общем, оказалось, что кружки нигде нет. Я вот прям оббегала всю кухню, все шкафы, все посудомойки там, господи, где я только под диваном уже искала, кружки нет. Ну хоть тут вот убейся, нет моей кружки. Оказалось, что из посудомойки моя уборщица заставала посуду, и там цветы у меня на кухне стояли. Она решила, что, ну, как бы их нужно там воду поменять туда-сюда, и, в общем, в эту вазу и цветы на полку поставила. Я их обнаружила, по-моему, только на следующий день, когда додумалась позвонить своей уборщице и спросить, типа, алло, кружка моя где? Верни. Знаю, что вы украли, по лицу вызываю. Ну, в общем-то, когда и обнаружилась по итогу моя любимая кружечка. Так что, ну да, люблю я пить из больших объемов, утонченный какой-то стиль, аристократа, и вот такой вот божественной девицы не для меня. Очевидно, я, в общем, деревенская баба, пью из ведра. Ну, что поделать? Жизнь детская была у меня суровая, беднота, жрать было нечего, поэтому сейчас, в общем-то, жру и пью. Вот прям, сколько влезает, сколько не влезает, ну, много. Ну, ладно, это шутки шутками, но, короче, пью я из своей вазы, счастливая, довольная. По поводу нашего завтрака. Как вы видите, я уже тут пока рассказываю свои супер истории. Я подготовила завтрак. Хотелось бы сказать, что я, матушка, прям супер. Приготовила ребенку яблочные оладушки, но это подруге будет вранье, потому что я, матушка, вообще нифига не супер. Я вот с тех пор, как мы в Риге находимся здесь, в попечительстве моей мамы, не готовлю здесь вообще. Готовит только моя мама. И это мое счастье в жизни, которое только может быть. Во-первых, потому что мама моя готовит очень вкусно. Во-вторых, потому что, ну, вот просто вот, как бы мне это делать не нужно. И, собственно, здесь у нас яблочные оладушки, которые она приготовила для нас. У нас ягодки, голубика и немного сметаны. И, собственно, это будет наш завтрак. Мелкий выпил одну бутылку кефира. Вторую я ему предложила, он ее как бы оставил на потом. Ну, это тоже нормальная история. Но буду надеяться, что он чуть-чуть хотя бы поест наш этот завтрак. Хотя навряд ли. А не съест он, потому что у него с едой сейчас очень странные отношения. У него в жизни такой, кстати, наш стульчик с нашим искусством. Кто восхищается тем, что Рэм рисует, а мать позволяет. Ну, в общем, так, сейчас прилеплю тарелку. Вот у нас кастом-мед стул, который я время от времени намываю. Ну, в общем, мы его рисуем, 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 рисуем. Короче, с ребенком что у меня? Ребенок у меня в таком странном возрасте, когда он очень мало ест. С одной стороны, как бы, ну, и прикольно. С другой стороны, проблема в том, что, ну, как его покормить-то? Потому что вроде те вещи, которые, та еда, которую он любил и всегда ел, для него, ну, как бы, так себе не очень. То есть в такой ситуации, чтобы ребенок съел целый банан или чтобы он съел целое яблоко, ну, такого вообще нет. То есть он откусит пару раз и все маме отдает. Сладкое вообще терпеть не может. Ну, и слава богу, это хорошо. Ну, а что касается нормальной еды, как я сказала, с одной стороны, легко, потому что можно приготовить ему котлетку, макарошки, его любимые брокколи, овощи, которые он просто обожает. И как бы кормить ими. С другой стороны, ну, как бы, сколько можно есть одно и то же. И как-то разнообразить рацион вроде тоже надо. Поэтому, блин, вот так вот у нас сейчас происходит. Но я думаю, что это возрасту нормально. В целом-то он ест. То есть у нас по режиму мы едим утром завтрак, потом перед дневным сном у него обед. Если он совсем отказывается, то после дневного сна, но все равно он что-то досъест. И вечером у него ужин. А ужин у нас, во сколько вы уже могли посмотреть в нашем видеоролике вечерних наших ритуалов, нашего режима и как мы укладываемся спать. То есть он ест коротко перед сном. И, кстати говоря, это коротко, желательно где-то час-полтора. У нас получается чуть меньше, минут 40, наверное, полчаса. Вот. И кто у меня вечно спрашивает про зубы. Мы зубы чистим вечером, в том числе после еды. И он обожает чистить зубы. Для него это вот любимое дело. Он чистит зубы, мне кажется, 9 раз в день. Вот в нон-стопе он чистит зубы. Я уже ограничиваю это великолепное мероприятие. И не позволяю ему там слишком часто с этой щеткой бегать. Вот. Но в целом, да. В общем, после еды мы чистим зубы. Так вот, сегодня я приготовила, моя задача ему дать. В общем, я приготовила для него вот трапезу. Пьет он у меня исключительно воду, соки он тоже не любит. Иногда, как я уже много раз говорила, чего? Если ребенок болеет, и мне нужно, чтобы он там пил больше, может быть, я там разбавлюсь соком, чтобы вкуснее было, чтобы он, ну, необычный вкус был. Но в целом он пьет только воду. Ну, в общем, все. Мы тогда вместе с ним садимся завтраком. Опять же, у нас тут совсем неправильные условия, потому что нет обеденного стола. Я, в общем, сейчас, особенно вот в беременность, когда я еле-еле перекатываюсь, я, в общем, ем, сижу в кровати, ем на своих подушках. Короче, нарушаю все правила, все законы. И, в общем, воспитание ребенка у меня тут улетело в какие-то тартарары. Но, слава богу, режим все равно соблюдается. Ребенок сидит за своим стульчиком, и, в общем, я позволяю ему поесть так, как он желает. Если он не желает, тогда, в общем, я его либо подкормлю, либо как бы он из стульчика своего и достается. Да? Ребенок сидит за своим стульчиком. Да, сегодня ты не хочешь ее? Ну и ладно, давай, победи. Рэми, пойдем чистить зубки. Все, мультика включаем. Пойдем, let's go brush your teeth, Рэми. Я? Давай, let's go brush your teeth. Давай. Ну, да. Ну, все, пойдем, котеночек. Давай, пойдем в комнату. Давай. В общем, наша ванная. Здесь у нас тут еще темно. Так, котеночек, давай. Так, книжку взял. Тут у нас тоже новые навыки нашего бытия. Значит, ребенок научился карабкаться на столешницу. Осторожно, голову. Эмин, голову. Молодец. Вот. То есть, это его любимое дело. Так, значит, садись сюда. Давай, иди сюда. Сейчас я тебя постилю. Вот сюда. Давай, и я тебя посажу, котенок. Иди сюда. Так. Жичечки-бубочики. Ты сиди вот здесь вот. И мы с тобой будем чистить зубы. Значит, зубы мы чистим биорепэр. У меня, кстати, была другая зубная паста Элмакс детская. Но она нам вообще не подошла, потому что у ребенка начал пахнуть ротик. И я поняла, что что-то там не то. И потом у нас сейчас обычная зубная щетка. Вот такая вот детская. Купила я ее в магазине с динозавром. Просто потому, что свою электронную он тупо сломал. Так, давай чистим зубки. Мама. Да, мой сладкий. Мама. Ну. Мама тоже будет чистить. Давай. Так. Чуть-чуть. Держи. Контролирует объем зубной пасты твоя мама. Так. Оба. Нюсики-бусики, давай. Чистим зубки. Вот мама. А мама пользуется Сансадайн. Это моя любимая зубная паста. Он как бы все время порывается взять мою щетку. Да. И чистить зубы моей щеткой. Котенок, смотри, как мама чистит. Давай. И ты чистю. И мама. Good job. Мама. Сейчас. А... Ма. Мама. Mü está. Мама. Ну вот так, сейчас мы твою мочку умоем еще, давай, чтобы твоя мочка не выглядела как куриная попка, как у мамы, мы будем мыть тебя, но, кстати говоря, ты мужик, поэтому мужиков все это дело намного лучше, это несправедливость жизни, ага, когда вам, ваши моски, сейчас, подожди, я сполосну-ка им, несправедливость жизни, когда ваши моски, блин, нифига не у морщина, вау, 就是 бяу, ау, в ногу, все, давай динозавр, твое полотенца, бля, 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 бля. Ну все, готов. Пойдем дальше дуроваться. Скажи подруге привет. Подруга, знаете, когда ты с ними здороваешься. Мы сейчас красавцу еще помоем попу. И одно место после ночного нашего сна и подгузника. И будем одеваться. Пойдем на улицу, да? Пойдем погуляем. Так, подруги, достать его из ванны не так-то просто. Потому что любимое наше занятие, помимо чистки зубов, это еще и мытье рук. У нас все гели для душа, рук и прочее, они вот используются активно, да? Короче, ты у нас намываешься. Ну и тут у нас еще папа на связи. Мы с ним общаемся. Папа, скажи привет подруге. Привет подруге. Кстати, папа на этой неделе уже приедет. Все еще. Сколько у нас с тобой? В четверг? Четыре денечка осталось. Папа приедет. Так, бабушка пришла. Короче, ладно, подруги, все, отключаюсь. У нас тут вечеринка семейная, пока. Так, у нас тут марш-бросок. Мы приехали в Ачинэм, потому что я поняла, что у моего ребенка нету осенней шапки. А на улице, блин, холодно. И мы сейчас утром собрались поехать в лес, показать вам нашу, эту смутревую башню и что там у нас еще есть. Линию дюн и все такое. Ну, короче, лес у нашего дома. Вот, ребенка одела и понимаю, что черт возьми, а у меня-то шапки нету ни одной. Поэтому сейчас пойду искать шапку. А еще, чтобы купить ребенку шапку, я утром отправила мужу эту смыску на WhatsApp. Сейчас покажу нашу переписку. Ну, в общем, наслаждайтесь нашей перепиской гениальной. А мы пока пойдем искать шапки. Давай, пойдем. Так, все, шапки купили. Кофту не нашли. Ну, ладно, потому что там что-то как-то вообще ничего нет. Цветочки тут красные. В общем, поедем сейчас тогда в лесок погулять. Ну, и в целом, наше утреннее время – это то время, когда, если есть какие-то делишки, то мы с удовольствием выезжаем буквально на час-два для того, чтобы, ну, как-то время скоротать и поинтереснее его провести. И тогда и дневной сон у нас как бы тоже поглубже, подольше. И, в общем. Так, отенок. Ну, давай отдохни на скамеечке, посиди. Что, очевидно, ты приустал. Шапки, кстати, мы купили. Вот, вы чинами нашли шапки. Обычные, серые. Купила три шапки, четыре пара носков – 33 евро. Поздравляю с этим себя снова. Эй, стой, 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 стой. Сейчас бабушка тебя поймает. Так, крятки, клумбы. Ну, это капец. Ну, вот вы понимаете, да, почему я из дома не выезжаю с этим человеком. Все, мы поехали в лес. Так, подружки, все, мы приехали. Нас лесок. Смотрите, вот здесь. Вот такая вот фигня. Короче, исторического любеза у вас не будет. Но суть в том, что этот лес, он действительно исторически важное место. Потому что здесь латвийские стрелки защищали Ригу от нападения немцев. И, собственно, вот такие холмы здесь, они на самом деле неспроста. Потому что это не просто, знаете, там лесной холмик. Это линия дюны Латвии, которая считается одной из самых, если не самой длинной в Европе. Вот мы сейчас пройдем по этой лестнице наверх. Во-первых, там есть, господи, как он, монумент. Вот, значит, в честь исторических всяких происшествий, которые здесь были. Там есть смотревая башня. И также там очень хорошо видно... Тыкс, давай, поднимайся. Там очень хорошо видно вот этот белый песок морской, который, собственно, вот этот, в этом лесу, он везде и проходит прямо до пляжа. Ну, так что сейчас мы вот этого маленького тутучика поднимем по лестнице. И там покажу вам дальше наш красивый лесок. Ну, вот он, памятник, который здесь установлен. Ой, ну это, блин, непросто было подняться. Смотрите, вот так вот. Такой вот красивый. Карта. Так, я тут буду на фоне вам громко дышать. Потому что, сами понимаете, ну, в общем, тут не просто так. И в целом, помимо всех военных действий, которые здесь происходили, тут еще важно отметить, что исторически эта башня, она была, по-моему, пожарной даже башней, которая здесь всегда как бы и красовалась. Ну, сейчас ее построили новую. Это, опять же, может быть, даже самая высокая в Риге смотревая башня. Ну, посмотрите на этот лес. Он прям какой-то фантастический. Я его просто обожаю здесь. Мох. Безумно красивый такой. И вот наш лесочек. Ну, и тут дорожка. И по этой дорожке мы, собственно, и пройдем до смотревой башни. А там, если поглубже пойти в лес, то, естественно, там и видно белый морской песочек, который простирается по всему лесу и, в общем, создает такое очень приятное ощущение в этом лесу. То есть он какой-то такой. Не знаю, мне всегда кажется он необычным. Он такой какой-то волшебный, что ли. Эй, котенок. Эй, матють. Мы тут. Да, Бутик. Ну, это, собственно, вот в пяти минутах от нашего дома. То есть, получается, с одной стороны у нас пляж, куда мы с вами уже ездили, а с другой стороны вот этот лес. Вот она башня стоит. Мы, понятное дело, с вами туда не полезем. Мы с Арсеном туда поднимались. Я, конечно, боюсь высоты капец как. И мне потребовалось раз пять, наверное, чтобы забраться до конца на эту башню. И я там думала, я сдохну. Но мы успешно туда добрались. Или забрались по этим лестницам. И, в общем, наслаждались прекрасным видом. Но сегодня, извините, вот этот вид вам не покажу, потому что, ну, сами понимаете, дело такое. Ну, его нафиг. Я как-то очень сокотливая в этом вопросе. Ну, лесок вот такой вот. Эй, Бутик. Ух ты. Класс. Че нашел? Ух ты. Башня какая, да. Вот такая вот башня. Крутая. Класс. Как красиво вообще. Очень круто. И вот там, видите, белый песок. Вот она, наша морская дюна. Которая тут везде с песком. Очень здорово. Класс. Да? Эй, малютка. Смотри, как клево. Да. Давай пойдем вот сюда. Тут, мне кажется, тебе будет удобнее. Ну? Чего ты тут понаходил? Смотри, как клево. Где бабушка? Хе-хе-хе. Аккуратненько давай спускаться. Только не упади, котенок, я тебя умоляю. Хотя, и даже если ты упадешь, тот мох такой мягкий. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Матушка нашла на обед грибочек. Хе-хе. Так, а у тебя тут прям супер палки. А, нет, палки уже не нужны. Пошел за грибом. Хе-хе-хе. Ну, ладно. Парады. Ого. Бытовая девяня, ну, грязь, навеси, взрыв, тарсакны. А, я? Ну, ладно. Грибочек, котенок, смотри, какой классный. Ну, вот. Так, на, бери свою палку и пойдем дальше. Давай, пошли. Чудики. Ну, вот. Лес. И тут вроде ты сразу на пляже. Пизочек, вот он. Прям морской-морской. Меленький наш. Класс. Ну, красота же. Прям красота. Оказались, короче, грибы, которые я нашла, в основном, хорошие. Тут еще, смотри, какие. Но у нас уже что-то рук не хватает. Надо было ведро брать. Человек-палка. И мох. Класс. Первый раз в таком лесу. Да, малыш? Моу. Ну, это мох. Мох. Смотри, какой красивый. Пахнет. Вкусненько. Ну. Ну, давай, клади. Бери палки и пойдем. Ну, давай, давай. Беги к бабушке. Покажи. Свою. Свою мох. Смотрите, как красиво тут. Это, может, конечно, старость. У меня она тут, мне кажется, дико красивая. Так, самую важную палку я держу в руках. И тут они восторгаются. Моху. Тут у людей своя коммуникация. Ну, в общем, вот в таком классном месте я выросла. Это вот прямо у нашего дома. Тут воздух просто фантастика. Настолько свежие и чистые, что просто. Класс. Ну, грибники. Где мой котенок? Так, человек решил там прилечь. А ты что там отдыхаешь? Что происходит? Человек. Эй. Рами. А что там делаешь? Это моя мать все ржет. Ну, чтобы понимали, откуда у меня голосочек такой тоненький. И изящненький. Ну, это от матери. Так, лесник, грибник, ты что там делаешь? Извини. Уже тихий час? Ну. Вставай, ребенок. Пойдем уже домой, пора. Ну. Что случилось? Ну. Тебе помочь? Давай. Давай, вставай, котенок. Пойдем. Вон твоя супер палка. Стой. Супер палку надо взять. Такую потерять нельзя. И вот это. Вот что куда. Держи. Все, давай, дуй. Ну, все. Прогулочка наша закончилась. Мы направляемся домой. Вот наш последний холмик, который мы успешно преодолели. Все, котенок, пойдем. Лес, конечно, сказочный. Но нам пора двигать домой. Класс. Так, мы приехали домой. Сейчас у нас уже полтретьего. И я что-то свои селенки, конечно, вернее, с прогулочкой переборщила. И не рассчитала селенки, поэтому я вот прям убитая. Короче, быстренько мы едим. У нас сегодня ленивые голубцы. Здесь капуста, овощи, молотое мясо, парш и немного сметанки. Я, конечно же, буду ему помогать, пока мелкий смотрит мультик. И тогда мы отправимся уже спать. Сегодня мы ляжем позже, чем обычно. Обычно мы в два укладываемся. Но так как сегодня мы... Нет. Что случилось? На, держи. Давай, потихонечку, мама будет чуть-чуть тебе давать. Короче, так как мы сегодня проснулись в 10, то дневной сон в 2, он, конечно же, рановато. Поэтому сейчас в полтретьего мы пойдем спать в 3, получается. И 2 часика хотя бы мы поспим. Ну, следовательно, сегодня пойдем спать вечером попозже. К 10 часам я его буду укладывать. Хотя сейчас я пытаюсь его укладывать все-таки ближе к 9. Поскольку осень, скоро садик и все дела. Но об этом мы уже говорили в нашем вечернем ритуале. Ну да ладно, короче, мы плавненько так переходим. И вот сегодня вот такой вот неправильный у нас с этой точки зрения день. Когда, в общем, все у нас как-то вот сдвинулось. Ну ничего, как есть. Нормальная жизнь. Это ничего такого сверх... Сверх из ряда вон выходящего. Обычная ситуация. Ну, зато мы выспались с утра. Очень прекрасно. В общем, в целом, у нас вот если час сдвиг, то это вообще нормально. Он ни на что не влияет. И день у нас проходит отлично. У ребенка хорошее настроение. И он прям вообще в норме. Так что ладно, подруги, буду его быстро кормить. У нас тут еды предостаточно. И потом будем укладываться. Так, пока котенок сам тут закончит свою трапезу, покажу вам, что я купила для ребенка в магазе. Короче, до Зара мы не добрались. Зашли просто в Эчинэм. И в Эчинэме я купила ему вот одну шапку отдельно. Вот такую вот серенькую. Потом две вот такие вот в комплекте. Черная и серая. В общем, они, в принципе, одинаковые. Просто здесь есть этот, как он называется, отворот. И также купила четыре пары носков подлиннее, чтобы были сейчас на холодное время года. Ну и в целом все. Так, ну что, котенок, ты тут закончил уже? Молодча, да. Отлично, мы закончили. Так, пока ты тут доедаешь, я пойду быстренько подготовлю твою кроватку. Так, одеялко. Тыкс. Кладем в кроватку у нас тут наши подушечки и динозавр. Так, одна подушка, чтобы у тебя голова не стукалась. Динозавр наш верный друг. Так, все. Сейчас я закрываю окошко. Тынь-тынь-тынь. Сейчас закрываю. Радыже. Такс. Так, чуть-чуть. Приподнять занавески. Так, здесь все окей. И так, где у меня наша машинка белого шума? Вот она. Включаем, как обычно, машинку. Ой, как громко. Давай. Чук-чик-чик-чик-чик. Днем так громко, нам не надо. Шушушка. Ну и все. Так, все готово. Так, и нам нужно наша сосочка. Вот у нас сосочка с мышкой. Ее на подушку к динозавру. Ну и все. Так, ты съел уже, котенок? Все? Поел? Давай. Ложку свою я забираю тогда. И доставим попей водички. Давай. Давай, 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 давай. Все, давай, маме. Это давай снимай. Давай вот так вот. Подожди. Сейчас помогу. Оба. Все, снимай. Попей водички. На. Попей водички. Держи. Все, бутербродик. Молодец. Большой ты у меня, молодец. Так, кладем сюда. И достаем пучка из его стула. Так, ну все, котенок, давай, выключаем твой щенячий патруль. Пойдем с патушки. И, кстати, да, первым делом, когда мы приходим домой, что мы делаем? Мы садимся на горшок. Мы с ним пописали. Потом мы намыли наши руки, да. Я уже одела на него ночной подгузник. У нас на моих запасах все, что осталось, у нас ночной хаггиз. Потому что, что у нас с тобой, гунву закончились. Давай, иди сюда. Генки и экселами не нашли. Эй, попа. И получается, следующий наш выбор после этих двух брендов у нас ночные хаггиз, да? Ну и все. Так, мой кодили. Давай. Пойдем, пойдем. Пошли. Все, пойдем. Пойдем с патушки. Пойдем, котенок. Пойдем, 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 пойдем. Первым делом к игрушкам. Нет, игрушки будут спать. Бери динозавра и пойдем. Давай, в кроватку. Давай, голову. Ложись. Давай. Давай, 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 давай. Тыдыщ, сосочку. И ложись, моя игрушка. Давай, этого динозавра. Давай мне его сюда. Он пойдет спать тоже. Вот этого большого бери. Этот тверденький. Будет у тебя тут. На, вот этого. Все, котенок, засыпай. Все, хорошего тебе сна. Сейчас включу тебе. Шушуканье. А мама будет убирать наш бардак. Все, засыпай, котенок. Хорошего тебе сна. Тынь, тынь, тынь. Закрываем. Все, в три часа ребенок улюкся. Так, сейчас включу монитор. И будем слетиться малышом. Давай, включайся. Так, ну и что у нас тут? Так. Ну и все, спит котеночек. В комнате 20 градусов. Отлично. Все супер. Ну вот так, подружки. Такой вот у нас денек сегодня выдался. В общем, как обычно, не по плану. Но как есть. В общем, с детьми по плану сложно жить. Поэтому у нас сегодня так. В общей сложности позитивно, классно. Мы провели свое утро. Выспались. Поехали в магазин, съездили в лес, погуляли, поели. И в хорошем настроении легли спать. Так что, все. Всем желаю доброго дня. Увидимся с вами в четверг. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова